Стоп-лосс и тейк-профит можно выставить двумя способами. Первый – это заранее настроенные брекет-розера, а второй – добавление брекет-розеров к уже открытой позиции. Итак, рассмотрим первый из них. Кликаем по области с брекет-розерами, в поле Enabled вставим On, брекет-розера могут быть выставлены в пипсах, в проценте цены и в валюте инструмента. Далее указываем значение тейк-профита и стоп-лосса. Первый тейк-профит укажем в размере 15 пипсов, то есть 3 к 1, второй – 24 к 1, и пятый – 25 к 1. И далее указываем, какую часть позиции при каком значении закрыть. Далее указываем стоп-лосс. Троллинг стоп. Например, указав значение 10, стоп-лосс начнет движение за ценой после прохождения 10 пипсов от цены входа и будет двигаться за ценой до тех пор, пока позиция не будет закрыта. Троллинг стоп-таргет. Определяет, с какой точки будет двигаться троллинг стоп. Например, указав значение 5, троллинг стоп перестанет двигаться после того, как достигнет 5 пипсов от цены входа. И троллинг стоп-старт. Определяет, с какой точки начнет двигаться троллинг стоп. По умолчанию троллинг стоп начнет двигаться с точки без убытка, то есть от цены входа. Но указав, например, значение 2, трейлинг стоп будет двигаться не с точки без убытка, а с плюс 2 пипсов от цены входа. Таким образом, если мы при данных параметрах откроем позицию, то после того, как цена пройдет 10 пипсов, стоп-лосс автоматически перепрыгнет на плюс 2 пипса и будет двигаться за ценой до тех пор, пока не достигнет 5 пипсов от цены входа. И на этом остановится. Cancel All When Отменит все ордера, когда будет достигнут только стоп-лосс, только тейк-профит, либо стоп-лосс или тейк-профит. По этой функции у нас есть отдельное видео, там есть нюансы, ссылку мы оставим в описании. И Risk Reward – это средний коэффициент риск-прибыли. И данный шаблон брекет-орзера можно сохранить и потом подгружать в нужный момент. Кликаем Save, вводим имя и сохраняем. Другими словами, для разных инструментов вы можете настроить заранее брекет-орзера и потом подгружать просто в нужный момент. Допустим, у меня уже настроены шаблоны брекет-орзеров для S&P со стоп-лоссом в 5 пипсов и со стоп-лоссом в 12 пипсов. И на видеокурсор на кнопке Buy Market и Sell Market мы уже видим потенциальные стоп-лосс и тейк-профит. Например, откроем позицию. И вот наш стоп-лосс и 3 тейк-профита. Второй способ выставления стоп-лосса и тейк-профита – это добавление брекет-орзеров к уже открытой позиции. Но все же крайне рекомендуем открывать позиции с заранее настроенными брекет-орзерами. Итак, откроем позицию по рынку. Сперва отключим брекет-орзер. И затем на панели управления кликаем Add Bracket. И таким же образом настраиваем брекет-орзера. Либо подгружаем уже существующий шаблон. Если у вас остались вопросы по настройке брекет-орзеров, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании. Академия Продолжение следует...